О том, почему Никол Пашинян постоянно говорит о том, что ОДКБ и Россия не помогают Армении, а также как в России оценивают последнее обострение на Азербайджано-армянской границе, рассказал в интервью Кавказскому бюро доцент кафедры политологии и социологии. Реу имени Плеханова, член экспертного совета организации офицеры России Александр Перинджиев. Никол Пашинян в своей речи постоянно говорит о том, что ОДКБ молчит по поводу пограничной ситуации между Азербайджаном и Арменией. Тем самым он дискредитирует эту организацию. Какие у него цели в этом? Цели у исполняющего обязанности премьер, министра Армении в данном случае вполне очевидные – втянуть в свои конфликтные отношения с Азербайджаном Россию и ОДКБ, как военно-политическую организацию. Однако надо понимать, и очень многие на постсоветском пространстве, включая Россию, Беларусь, Республики Средней Азии, понимают, что нынешняя пограничная ситуация между официальными Баку и Ереваном – это бумеранг, который получает Армения за 30-летнюю оккупационную политику. Поэтому Россия и ОДКБ, вполне вероятно, будут и далее дистанцироваться от армяно-азербайджанской конфликтной ситуации, полагая, что никто не должен принимать ту или иную сторону. То есть, пограничный конфликт между официальными Баку и Ереваном – это сфера взаимоотношений исключительно двух стран. В связи с этим, безусловно, что в Армении снова начинаются дискуссии по поводу ее членства в ОДКБ. Но здесь я хотел бы отметить, что ОДКБ для Армении – это гарантия сохранения ее государственности. Но не гарантия расхлебывания каши, которую официальный Ереван варил в течение 30 и даже более лет. Поэтому Азербайджану и Армении, во избежание дальнейших инцидентов, необходимо садиться за стол переговоров для подписания договора о границе между двумя соседними государствами. А не пытаться, что это касается Армении, свалить свои авантюрные ошибки на Россию и других своих союзников по военно-политическому блоку. В целом, как в России относятся к сложившейся ситуации вокруг приграничного конфликта между Азербайджаном и Арменией? В России к данной ситуации относятся, как к несмертельной для Армении. И ждут от официального Еревана необращений по военному вмешательству России и ОДКБ на стороне Армении против Азербайджана. В Москве ожидают, когда исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян продолжит решать все конфликтные ситуации с официальным Баку в рамках уже сформированного трехстороннего политического процесса. В России с явным неодобрением относятся к двойственной политике официального Еревана, пытающего играть на противоречиях между Россией и Западом. То есть Никол Пашиняну дается сигнал о том, что союзник Москвы должен соответствовать данному статусу в полной мере, а не заигрывать и сотрудничать с членами НАТО в ущерб интересам государств организации договора о коллективной безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok